Сделана отметка на стакане На канале НТВ программа «В нашу гавань заходили корабли» Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте Наши дорогие зрители и наши любимые телезрители Здравствуйте, вас приветствуют авторы и ведущие программы Эдуард Успенский и Элеонора Филина И сегодня у нас в гостях коллективный член нашей программы Актеры театра у Никитских ворот под руководством Марка Розовского Юрий Голубцов Игорь Старосельцев Александр Белков Ирина Морозова Художественный руководитель театра Марк Розовский Что неправильно, Лера, вы объявили, надо было так сказать Театр у Розовских ворот под руководством Марка Никистова Никистова Сегодня 1 апреля все-таки, да? Далековатая шуточка Как всегда, постоянные аккомпаниаторы в студии Гитарист Юрий Бадал Пианист Дмитрий Петров И сегодня нам аккомпанирует еще одна актриса Театра Розовского Валентина Ломаченкова Игорь, сначала песню, с самого начала Хорошо Сделана отметка на стакане И укромный выбран уголок И давно разломленный в кармане Засыхает плавленый сырок А где ж ты, друг? А где ж ты, друг? Таш третий друг Засыхает плавленый сырок А где ж ты, друг? А где ж ты, друг? Таш третий друг Засыхает плавленый сырок Трое появились не случайно И троица придумана не зря Ведь не даром чуть не каждый чайный Есть картина-то репортно-тыря А где ж ты, друг? А где ж ты, друг? Наш третий друг С картины-требунка-тыря А где ж ты, друг? Засыхает плавленый сырок Наш третий друг Засыхает плавленый сырок С картины-требунка-тыря Третий, третий, я царисту, где ж ты Я, может быть, издохнув час ночной А ты опять куда-нибудь приедешь На машине с красной полосой А где ж ты, друг, наш третий, друг, на машине с красной полосой? А где ж ты, друг, наш третий, друг, на машине с красной полосой? Или ты, устав от жизни этой, в мир подашься несколько неной? В желтом доме чертиков зеленых, ловишь ты казенной прустыней. А где ж ты, друг, наш третий, друг, в желтом доме с белой прустыней? А где ж ты, друг, наш третий, друг, в желтом доме с белой прустыней? Сделана отметка на стакане, и утромный выбран уговор, И давно разломленный в кармане, засыпает плавленый сырок. А где ж ты, друг, наш третий, друг, засыпает плавленый сырок. За сон! За сон! Дорогие друзья, я хочу сделать несколько комментариев. Несколько комментариев хочу сделать. Во-первых, мне очень нравится, как мужики попивали в зале. Чувствую, что ситуация знакомая. Потом я хочу обратить внимание сегодня нашего гитариста Юру Бадала. Дело в том, что он никогда не улыбается, он так мрачно играет хорошо. А сегодня он улыбается. Дело в том, что он продал машину, копиративную квартиру, купил новую гитару. Дорогая гитара, у него. Да, тут улыбается по этому человеку. Намного лет вперед. Значит, теперь еще одна деталь. Вот за кулисами мы говорили об этой песне. Она вот очень грамотно сделана. Такое ощущение, что писал какой-то очень сильный поэт. И Зиновий Ефимович Герт, когда с нами работал, ему было очень трудно угодить и подобрать песню. Он брал песню и говорил, эта песня очень плохо, плохо написана. Народ так плохо писать не может. А эта песня так хорошо написана. Нет, народ так хорошо писать не может. И вот эта песня написана очень хорошо. А с другой стороны, автор, мы ее не знаем. Поэтому она как раз нам ложится в гавань. Мы любим давать песни. Вы так сразу с комментариев, а я все-таки хочу напомнить, что сегодня 1 апреля. Дорогие друзья, мы очень рады встретиться с вами еще вот по какой причине, что мы сегодня вновь в прямом эфире. Телефон наш 217-45-33. Вы можете звонить. Вот мы сейчас здесь, вы у экрана своих телевизоров, будем вместе этот веселый праздник отмечать. Я попросила всех присутствующих здесь подобрать только смешные, задорные, веселые песни. Вот посмотрим, как это. Следующего? Давай, Ира, я с веселенькой. Подождите, секунду, секунду, секунду. Вот эта песня сейчас, она действительно будет веселенькая, но если только участвовать будем, мы все. Я прошу вот запомнить эти очень сложные слова. Вот в подпевочке, если мы все будем, после первой строчки мы все хором говорим цики-цики, разучивайте и запоминайте. После второй чуки-чуки, потом цаки-цаки, ну и наконец ча-ча-ча. У нас получится к концу песни, вот так получится. Еще раз, Марк Григорьевич, еще раз. И для наших телезрителей тоже цики-цики. Потом чуки-чуки. Чуки-чуки. Потом цаки-цаки. Цаки-цаки. Ча-ча-ча. Ча-ча-ча. Попробуем. Это серьезные взрослые люди будут петь, да? Ирина Морозова. Здесь не пробег. Гавань. Погода чудная была, на пароходе я плыла, но вдруг раздался ураган, на мостик вышел капитан. Ча-ча-ча. За мною очень ласков был. Меня в каюту пригласил, налил шампанского бокал. Заби выпить сразу, приказал. Ча-ча-ча. Бокал я выпила до дна. И на кровать я прилегла. И все, что с детства берегла, все капитану отдала. Ча-ча-ча. Через месяц, через два, у нас ребенок родился. Он был такой же хулиган, как этот слабый капитан. Ча-ча-ча. С тех пор прошло немало лет, жизнь на море заплывала. Чуть нечего. Но как увижу пароход, как все кружится голова. Ча-ча-ча. Но как увижу пароход, так все кружится голова. Умейте жить, умейте бить. И все от этой жизни брать. Чуть нечего. Ведь все равно, когда-нибудь, нам всем придется умирать. Ча-ча-ча. Ведь все равно, когда-нибудь, нам всем придется умирать. Ча-ча-ча-ча. Вот, когда Ира пела, когда Ира пела, что она капитану отдала то, что с детства берегла, я сразу понял, это ваучер. А вы знаете, а я, Ира, так старалась подпевать цыки-цыки-чуки, чтобы не запутаться, что я первую половину песни просто не слышала. Я так старалась. А мне захотелось спросить Марка Григорьевича попробовать спеть с этими словами гимн Советского Союза. Ну, тогда надо цыка-цыка петь. Да, Николаевич, давайте не будем сейчас экспериментировать. Может быть, Саш, что у тебя? Весна наступила, 1 апреля, это же весенний месяц. И у меня весенняя песня. Была весна, любви полна. И вышел я на город прогуляться. Смотрю она, стоит оттуда. И светлым воздухом не может надышаться. Я подошел, подошел и речь завел. Вы разрешите с вами там отрагуляться? А она в ответ сказала нет. И не мешайте мне другого догадаться. А соловьи среди ветвей дел соловьиные частушки, смеялся. Всех чаровал, какой нахал. Как будто тоже он любовью наслаждался. О, Боже, страна! Стоит в кустах. Стоит огромнейший, здоровейший медина. Стоит как пень. В плечах стажей. В плечах стажей. В руках огромная елопая дубина. И в тот же миг. И в тот же миг. Я поднялся. Он поднял крик. Он по башке. Меня дубиной Ошарашилы. Ботинки снял. Костюм сорвал. Ни в чем мамаша родила. Меня оставит. А соловей. Чирик-чик-чик. Среди ветвей. Чирик-чик-чик. Эх, слови, мечи, стружки, смеялся. Всех чаровал. Всех чаровал. На фой нахал. Как будто тоже без костюма он остался. Пришел домой. Пришел домой. Упал в постель. И зарыдал я, как ребенок после портии. И с этих пор. Трель соловья. На меня действует, как порция касторки. А соловей. Чирик-чик-чик. Чирик-чик. Чирик-чик. Эл соловьи. Чистушки, смеялся. Всех чаровал. Всех чаровал. Какой нахал. Как будто тоже он касторки навязался. Всех чаровал. Какой нахал. Как будто тоже он касторки навязался. Спасибо большое. Как приятно видеть классный коллектив. Обычно у нас гавы набирают из отдельных участников. А тут вот пришел один коллектив. Почти как один человек. Прекрасно работает. Эдуард Николаевич, а у меня вопрос. Эта песня веселая. Костюмчик снял. По голове дыбинушка. Ну я вижу это привычно нашему людям. Весеннее. Вот. Значит, теперь будет очередь Марка Розовского. Я очень давно знаю этого человека. И очень... Я люблю его. Весь наш клан юмористов и литераторов. Тех времен. Очень его обожают. Он придумал день смеха. День 1 апреля. Он впервые предложил в визитурной газете этот день проводить. Он придумал Евгения Сазонова. Он придумал Галку Галкину. Такой, с виду, скромный и простой, такой открытый человек. Я помню, когда Марк предложил делать день смеха, стали придумать какие-то веселые истории. Гриша Горин говорит, давайте напечатаем рубль. Будет написано 1 апрель. И с этим рублем можно будет людям ходить в магазин и покупать. Начальство с визитурки, но чековские люди такие были испуганы. Говорит, нет, нельзя, нельзя. Почему? А продавцы будут принимать в самом деле продавать товар. Так Гриша Горин говорит, а давайте мы будем делать круглый рубль. А Хайт говорит, такой, а когда будем давать кассу, Аркадий Хайт говорит, будем говорить джинь. Все равно запретили, потому что люди испуганные. В день смеха был что-то такое крамольное понятие. И я тогда помню написал небольшой эссе на тему розыгрышей тех времен. Я привел один розыгрыши добрые и злые. Я привел пример злого розыгрыша. Когда на одном заводе человек один пришел в бухгалтерию, где была женщина, человек 30, и сказал, что молотобой Сидоренков сошел с ума, взял кувалду и бьет, крушит машины, станки, ломает. Потом спустился вниз и сказал ему Сидоренкову, слушай, возьми кувалду, подними в бухгалтерию. Там надо костыль, стенку забить. И когда этот Сидоренков с кувалдой вошел, сказал, ну что тут кого-то, что тут надо забить, то половина бухгалтерии высыпалась вниз на первый этаж, понимаете. Самый юморист стоял внизу, и на него половина женщин попадала. А вторая история, вот я приведу пример, такой хороший розыгрыш, добрый, это был сделан на студии «Союзмультфильм», когда люди все ходили в галошах, плохая погода, и все ходили в галошах. И одному режиссеру Мильчину взяли галоши, вымыли его, начисто, они сверкали, он приходит, он говорит, галоши самые замусленные, тут сверкает, он говорит, где мои галоши? Где мои галоши? Ходил, мерил, искал, так ушел домой без галоши. Слава Богу, что не простудил. Мне нравится, Дарья Николаевна говорит, а сейчас настала очередь Марка Розовского. Нормально, нормально, я-то вообще считаю, что на самом деле день смеха придумал Николай Васильевич Гоголь, который умудрился 1 апреля родиться. Вот он, мне кажется, основоположник дня смеха. Ну вот, ну а я сейчас пою вам песенку, песенку, которую я не пел в 42 года, вот сейчас она всплыла в памяти. Я ее пел, когда мы уезжали на Целину, потом она звучала в нашем капустнике, и ее исполняли ее подлинные авторы, Саша Карпов и Юра Тимянский. Ну вот, а сейчас я, значит, попробую вам ее спеть. Не могу ступить никак. И расскажу я вам, ребята, про историю одну, и про то, как я когда-то уезжал на Целину. Вся семья моя в дорогу провожать меня пришла. Мама плакала немного и собою мне дала сковородку, миску, кружку и лепущийся стакан, две простылки, три подушки и с едою чемодан. Шоколадные конфеты, две авоськи, колбасы, отчего-то пять таблеток и спортивные трусы, отчего-то пять таблеток и спортивные трусы. Привозгла нас руки и муки, и залез я в свой вагон, чьи-то лица, многие руки, дикий воздух, смех и стон. Я ползу по тьме кромешной, предо мной людской завал, но я все-таки успешно по вагону рассовал. Сковородку, миску, кружку и лепущийся стакан, две простылки, три подушки и с едою чемодан. Шоколадные конфеты, две авоськи, колбасы, отчего-то пять таблеток и спортивные трусы. Отчего-то пять таблеток и спортивные трусы. Хочется взрывы смеха, песни бодрые, смешные. Каждый может здесь с успехом потерять свои штаны. Все лежат в единой пуче, не хватает одеял. Сковородку, миску, кружку и лепущийся стакан. Две простылки, три подушки и с едою чемодан. Шоколадные конфеты, две авоськи, колбасы. Отчего-то пять таблеток и спортивные трусы. Отчего-то пять таблеток и спортивные трусы. Никаких нравоучений мы не станем уговорить. Новогодные мучения всем придется пережить. Если снова по тревоге соберетесь в дальний путь, Приглядитесь вдоль дороги, Уже, наверное, прорастут. Сковородка, миска, кружка и лепущийся стакан. Две простылки, три подушки и с едою чемодан. Шоколадные конфеты, две авоськи, колбасы. Отчего-то пять таблеток и спортивные трусы. Отчего-то пять таблеток и спортивные трусы. Спасибо, Марик, спасибо огромное. Дорогие друзья, у нас в гавани часто говорят, ой, у нас есть точно такая же песня, только слова другие и музыка другая. Вот сейчас, может, канал напомнит одну такую песню. Да, я хотела сказать, что это же на основе, или эта песня на основе нашей... На основе, на основе. Добой, добой. Все на вашей основе. Я только один куплю. Все, что народ поет, все на вашей основе. Расскажу я вам, ребятам, про семейный свой разлад и о том, как я когда-то неудачно был женаться, но судьба довольно строга. Подошла к моей жене, три недели проболела и умерла, оставив мне тридцать метров грибдышина. Пудру, крема и колонн, два бетона и керосина, Ленинградский пульсифон и белой шерсти полушалок. Фирмы Мозор и часы, два атласных одеяла и спортивные трусы. Два атласных одеяла и спортивные трусы. И да, в словарнике мелодия не та, но песня похожа. Я думаю, что сейчас еще одну песню, Игорь Старосельцев. Давай. Это песня из нашего спектакля, спектакль, поставленного в театре, раз уж мы говорим про театр. Это песня, значит, из спектакля песни нашей коммуналки. Мы сейчас концерт исполняем. Конечно, не в театральном. Ребята, не забывайте о том, что реклама стоит больших денег. Как-то по проспекту с Манькой я гулял, фонарик на полсвета нам дорожку освещал. И чтоб было весело с Манькой нам идти, кабачок Мещерского решили мы зайти. Захожу в пивной, садюсь я за стол и кидаю кэпи прямо я на пол. Спрашиваю Маньку, что ты будешь пить? А она зашаривает, голова болит. Не капай мне на мозги, что там у тебя болит. Я ж тебе спрашиваю, что ты будешь пить? Бельзинское пиво, самокон, вино, душистую киялку, а ли ничего. Выпили бы пиво, а потом постом. И заговорили про это, да и про то. А когда мне пильзинь в голову вступил, я о нежных чувствах с ней заговорил. Дура ты, Манька, дура, чего ты еще ждешь? Красивее парня ты в мире не найдешь. Али я не весел, али не красивее, а тебе не нравится мой оградение. Ну и черт с тобою, плевал я на тебя. Я найду другою, люби сама себя, отравлены все чувства. Я сейчас уйду, и на дерево, сской другою я найду. Кровь по мне остыла, я сейчас пойду, и на дерево, сской другою я найду. Дорогие друзья, у нас здесь вот мест, может быть, не всем хватило, из коллектива Марка Розовского, у нас в зале еще сидит актер театра Марка Розовского, Никитских ворот, Владимир Юматов. И буквально через несколько минут после рекламы он выйдет к микрофону и споет еще одну веселую, интересную песню. В канале НТВ программа «В нашу гавань заходили корабли». Как мы и обещали, Владимир Юматов, актер театра у Никитских, нет, актер театра Марка Никитского у Розовских ворот. Вот сейчас правильно. Правильно. И еще одной песни. Ну точно, Владимир Юматов. На стихи Лаврентия Кагиберия из цикла «Эх, хорошо, в стране советской жуть». Дело в том, что это песня такого пародийного такого звучания. Но я думаю, что Константин Иванович Ваншевки на нас не обидит. Сегодня первый апрель, правда? Все ругают марксизм, что само по себе не диного. Я люблю коммунизм, И я хочу его снова и снова. Сей проблемой трагизм Ощущается мной небанально. Я хочу коммунизм, Не по совести, а сексуально. Ах, как корень я И жену теперь в спальне встречая, Как ее жадный взгляд. Улыбнувшись, я так отвечаю, Вот он весь я, ну, возьми. Только я за себя не в ответе, Ведь вершина любви Почитать капитал на рассвете. Ни улыбка, ни жест, Не таят для меня Воспожденье, Но лишь по тему погибель, Вновь способен я Где-то рожденью. Раз, деньги, товар, А в глазах, будто тело на горе, В членах страсти пожар. Карл, ты знаешь, что это такое, Так ликуй, Девершись, Вплоть под звуки советского гимна, Я имел коммунизм, Оказалось, что это взаимно. Так, Юра, Голубков, пожалуйста. Еще одна песня тоже из нашего спектакля. Секунду, можно я реплю по дну? Дело в том, что когда-то много лет тому назад Жизнь столкнула меня с Юрием Петровичем Любимовым, А он когда-то работал в ансамбле КГБ, Там многих собрали талантливых людей И спасли из таким возым от тюрьмы, И надо было придумать песню про Железного наркома, Про Берию. И все получили заказ, Там думали слова, музыку, А у них был какой-то очень такой завхоз, Очень властный, сильный, Но совершенно тупой человек. И он сказал, А чего тут долго думать? Есть хорошие мотивчики и слова? И он спел там... Сейчас, секундочку. Вот, черт, выскочила. Цветок душистых прерий, Лаврентий Палыч Бери. Вот не надо забывать эти слова. Не надо. Так, пожалуйста, вот... Еще одна песня из нашего спектакля, Эдуард Николаевич запретил называть, Какого-то рекламировать я не буду. Да нет, можно, ради Бога, пожалуйста. Из некийского хора, в авторском исполнении. Хорошо, когда женщина есть, Летена Максимьёра Кемина. А для женщины главная честь, Чтоб опорой в семье был мужчина, Чтоб мужик зарабатывать мог, Много честным трудом и достойным. Но зарплата крылышками тяка-тяка-тяка-тяка-тяка, А за ней инвестиция, Прик-прик-прик-прик, А на ее голубушку шмек-шмек-шмек-шмек, А мне-мне-мне-мне, Да я ж бы-ш б-ш 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 б Хорошо, когда власть в стране есть Хорошо, когда власть неспезива Ни хулу не приемлет, не лесть Рассудительно и справедливо Хорошо, когда правит закон Твердо, грамотно и неподпудно Но власть только крылышками бя-бя-бя-бя А за ней коррупция, прыг-прыг-прыг-прыг А на ее голубушку смяк-смяк-смяк-смяк Рамня-мня-мня Да и смык-смык-смык-смык Хорошо, телевидение есть За ответы к проблем отключиться Хорошо на диванчик залезть В экранах с женой припаститься Прослезиться над вымыслом И посмеяться, когда остроумно Проклади крылышками бя-бя-бя-бя А за ними тетя Ася Прыг-прыг-прыг-прыг А на их голубушку смяк-смяк-смяк И там ням-ням Да и смык-смык-смык-смык Хорошо, чувство юмора есть Столько, что есть и становится жутко Одно правило стоит учесть Что исправит веселая шутка Правда, с юмором стало в стране Прямо скажем весьма напряженно Но всем назло мы Крылышками бя-бя-бя-бя-бя И пусть за нами гризисы Прыг-прыг-прыг-прыг Вы зато Пупилочку Смяк-смяк-смяк-смяк Ам-ням-ням-ням Да и смык-смык-смык-смык Браво Спасибо, Владимир Юматов Юрий Колупцов Эдуард Николаевич, дорогие друзья У нас прямой эфир и есть звонок Очень рады, да Здравствуйте, алло Да-да Алло-алло Да-да Здравствуйте Эдуард Николаевич И Леонора И вся веселая компания Я споню из Самары Меня зовут Павел Владимирович Фамилия Мамас Я, наверное, не сделаю Большого открытия Если скажу, что Гавань одна из любимейших передач народа Помню, мы, молодые журналисты Камчатской правды Частенько собирались по праздникам И другим заметным датам Застолье не обходилось Без решения основных политических Экономических проблем страны И, естественно, без песен В основном из репертуара Гавани Душой забивало и общество Был Женя Сидорцев Активными участниками таких песен Так, список мы будем оглашать Последнюю фамилию сразу говорите Сейчас Да-да-да-да Сейчас он возглавляет Писательскую организацию Камчатки Ольга Космынина Бывшая практика Я просил вас Без список не оглашать Фамилию последнюю называйте И переходите к делу И теперь зазвоните По Междугородке А, ну да Может, мысли есть какие-нибудь? Я знаю... Мысль такая Я хотел бы вспомнить Песню, которую мы Очень часто любили петь Я попытаюсь ее спеть Правда, немножко я был Простывший скрипотцой Но я думаю, что я до конца Не допою, подхватят Там люди, наверное, ее знают Давайте, давайте Ну, начинаем У девушки с острова Пасхи Игры украли любовника Украли... Ну, так и я могу петь Так и я могу Лера, пожалуйста У девушки Да, спасибо вам, Владимир Павлович Павел Владимирович Павел Владимирович Разбога, извините У нас была такая песня Мы ее пели Но если вот зал нам поможет Мы можем ее вспомнить А я не слышал Давайте вместе с вами У девушки с острова Пасхи Украли любовника Кассидеры Украли любовника В форме полковника И съели в саду под вода Украли любовника В форме полковника И съели в саду под вода Знаете... Все, говорят, хватит Я не могу удержаться От одной истории Мне ужасно понравилось Когда мы выступали Однажды в Ленинграде Гавань И почему-то было Очень много детей Просто ползала Почему-то Ну, наверное, на меня пришли И вот эту песню Спел один ансамбль Там, ленинградский И после этого я вышел И спросил У зрительного зала Вот тут было слово Чиновник Кто это такой? Мне говорят Дядя, который там Работает в государстве А полковник Мне тут же объяснили Что это военный А вот там было слово такое Любовник Тишина в зале зловещая Одна девочка Подмывает руку Я вызываю на сцену Говорю Ты кто это такой? Она говорит Мужик! Зал смеялся Значит Меня черт подмывает А дальше спрашивают Ну так и чем этот мужик знаменит? Чем он занимается? Опять зловещая тишина Эта девочка говорит Он любит тетенек! Эдуард Николаевич Я вот сейчас предлагаю Если вот наши участники Не будут против У нас есть замечательная рубрика Которая очень полюбилась Нашим телезрителям Называется она Гаврелиада Мы придумали Гаврилу Такого героя С которым могут происходить Всяческие истории И вот нам сейчас Со всех концов страны Не только нашей страны Из Германии Австралии Из Израиля Очень много приходит Таких Гаврелиад Мы нашли штатного Гаврилу Иван Гордник Да, замечательный Предлагаем ему тексты Он с удовольствием Их озвучивает Давайте посмотрим сейчас Один сюжет Вот из Санкт-Петербурга Пишет нам Конареева Ирина Николаевна Вот историю Про Гаврилу Бессеребренника Пожалуйста Гаврила Решил Порыбачить Рыбешку С моста Половить Ни с кем Ни о чем Ни суда Душой Отдохнуть Покурить Как только Он леску Закинул Его Поплавок Задрожал Напряг он И руки И спину Огромно Огромную Щупу Поймал Вдруг Рыба Глазище Открыла Проси Чего Хочешь Мужик Но Гордый И честный Гаврила Гаврила Сказал Я просить Не прибыл В ответ Щука Жабры Скремила И сплюнув Крючок Изо рта Шепнула Дурак Гаврила Гаврила И плюхнулась В воду С моста Гаврила Прострации Полной С бессмысленным Взглядом Стоял Глядел В набегавшие Волны В ушах Щучий Голос Звучал Вот Прошу Обратить Ваше Внимание На Очень Существенное Резюме Ведь Деньги И Власть Как Известно Когда Загребущих Рукан То Всех Бескорыстных И Честных Оставит Она Дурака Теперь дальше История Продолжается Дом Приходит Дом Жена Не Перила Гаврила Что Счастье Своё Упустил С Такою Мораль Ною Силой Почти Не Осталось Гаврила Аплодисменты Аплодисменты Академика Королёва 12 И Пожалуйста Имейте ввиду Что можно брать Любую мелодию Для Гаврилы Мы раньше Ограничились Двумя мелодиями И любую Какая вам нравится Пишите на эту мелодию Свои слова Только не забывайте указать На какую именно А сейчас Небольшой сюрприз Для Марка Дело в том Что у нас Заводится новый обычай Во время программы Рисовать Портрет Главного гостя Костя Мирошник Такой художник У нас есть Очаровательный Такой С бородой Молодец И вот он За За 40 минут Сумел сбацать Марка Григорьевич Пожалуйста Марик Посмотрите По-моему Блестящее Если это За 40 минут Это Это вам Кабинет На стену Теперь я хочу Тоже Марику Подарить От себя Книжку Три года Писал специально Для него Спасибо огромное Лжедмитрий Второй Настоящий Марик Держи Похож Мой подарок Тебе Марик И я хочу Сделать Сюрприз Лжедмитрий Второй Настоящий Это я писал Книжку Три года Двадцать лет Собирал материал Ты просто идешь Путем Эдварда Родзинского Так я понял Да 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 Параллельно Скажем так Основателю Дня юмора Марго Егорович И теперь есть сюрприз Леонера Николаевны Она еще этого не знает Так я весь подарок Пожалуйста Откройте Покажите зрителям Дело в том Что тут один Очень Сергей Покин Написал письмо И очень хорош Я не могу не удержаться Чтобы не прочитать Пять строчек Нет Без всяких шуток То что творится На вашей передаче Просто фантастика Ни одной голой девки Ни одного трупа Никто никого не покупает И не обещает никаких призов Никто не спорит о политике Не мочит ближнего в сортире Никто никого не агитирует За коммунизм И не против Сидят нормальные люди Привеличивает конечно С нормальными Слежащими лицами И вспоминает И поет хорошие песни От этого всем хорошо По обе стороны экрана Спасибо за блистательные Хорошие слова Ну что, Эдуард Николаевич Вы, наверное, не до конца разворачиваете А я вижу, что один Два Я-то думал, там один Да у нас целая художественная Третьяковская галерея получается Я в масле А ты все-таки Пожиже будешь Вам еще Кто поет, ребята У нас же гавы не поют Я надеюсь Может быть Вот Ирина Я, да? Ну хорошо Тогда вот мне кажется Что это очень праздничная Для сегодняшнего дня Будет песенка Тоже я прошу всех Помогайте мне, пожалуйста Подпевайте Вля Ир, какие сомнения? Какие загадочные слова? Ля, минус Соль, мажор Я думал, вступление с какой-нибудь Да здравствует прогресс Да здравствует наука Мы победили тьму Прогресс нам в том порука Мы победили тьму И будет электричество Белье для нас Сначала Да здравствует прогресс Да здравствует наука Мы победили тьму Прогресс нам в том порука Легко нам будет жить, на кнопки нажимать, и будет электричество, пелье для нас пирать. Нам электричество судьбу разбудить, нам электричество по хате сеять будет. Нам электричество любой заменит труд, нажал на кнопку чик-чирик, и тут как ты. Заходишь ты в пивную, там все на электричестве, нажал на кнопку чик, вино в любом количестве. Нажал еще чирик, сосиски с колбасой, проходит полчаса, и ты уже косой. Нам электричество злой тьму разбудить, нам электричество по хате сеять будет. Нам электричество любой заменит труд, нажал на кнопку чик-чирик, и тут как ты. Не будет лысых нет, пора омолодиться, не будет папы мам, мы сами будем родиться. Не будет акушеров, не будет докторов, нажал на кнопку чик-чирик, и пионер готов. Нажал на кнопку чик-чирик, и человек готов. Ну помечтать хотя бы раз в году, да, в 1 апреля, что все электричество будет делать за нас. Так, Саш, я знаю, что у вас есть такой замечательный номер, или, скажем так, песня, которую можно петь со всем залом, а может быть со всеми телезрителями. И звонок раздался из Самары. Под Самарой есть замечательное мероприятие, ежегодно проводится, это называется Грушинский фестиваль. И там, вот сейчас зрительный зал мне напоминает гору, и когда песню знают, гора подпевает солисту или исполнителю. Я сейчас попытаюсь изобразить песню моего друга Сережи Матвеенко, я видел, как он ее пел вот с этой, с горой, с Самарской. Дима, у меня к вам просьба, тоже 1 апрельская такая, она, наверное, для музыканта необычная, потому что, когда я буду петь припев вместе с залом, вы не попадайте в ноты по соседям. По соседям, она для него задача непосильная. Эту песенку, друзья, сочинить не сложно, под гитару можно петь, без гитары можно, даже если вам педвей наступил на ухо, эту песню можно петь, не имея слуха. Ля-ля-ля-ля-ля... Ля-ля-ля-ля-ля-ля... Ля-ля-ля-ля-ля-ля... Ля-ля-ля-ля-ля... Проще песни не найти, мы вам скажем твердо, потому что в ней всего целые два аккорда. Эта песня хороша, как в костре картоха, Тот, кто песню не поет, поступает плохо. Вот такой ты получал на уроках пень я. Боже, хочешь песни петь, Копнуло терпение. Боют ветры в феврале, И ведет подемка. И не важно, что орешь, Хладная, что громка. Если голод вас захрип, Плюньте, разотрите, Ведь не можете тогда, Просто говорите. А кто не может говорить, Пусть рычит мотором, И не важно, как звучит, Главное, что хором. Спасибо! Молодцы! Молодец, привет! И все игрушки. Минуточку, минуточку. Огромное спасибо, Саша. Вы знаете, Эдуард Николаевич Все годы, пока занимается программой, И не имея слуха, Очень хотелось усоздать партию, Таких, как он. И вот мы тут говорили о гимнах, Я предлагаю, Эдуард Николаевич, Вам взять гимном эту песню. Партии, да, Тех, кто не очень имеет хороший слух. А я, спрашиваю, Димочка, Проиграй, как ты играл мимо нот? Мимо нот? Вот то же самое, только мимо нот. А еще мимее. Нет, не получается у него, не может он. Не тянет, не Рихтар. Дорогие друзья, Юра Голубцов вот сидит, Как будто просто так пришел посмеяться, Посмотрит на своих. Нет, я просто готов вступить в партию. И поэтому небольшой перерыв сделаю. Мы все актеры, мы очень любим рассказывать О наших театральных каких-то оговорках, Курьезах, которые происходят на спектаклях. Чаще всего это происходит на каких-то больших, длинных спектаклях, Где много очень текста, оговорки. У нас есть спектакль Ромео и Джульетта. Перед самым концом у Ромео, Когда он должен принять яд, У него есть реплика. Сюда-сюда угрюмый перевозчик. Такая реплика. Ну, речь идет о Хароне, Который перевозит усопших в царство мертвых. Вот идет спектакль, Подходит время этой реплики, И актер, исполняющий роль Ромео, говорит, Сюда-сюда, Извозчик! Вот одна. Друзья, нас осень подзымает время. У нас осталось буквально две минуты. Как быть? Или Юра продолжает свои байки, Или Маргий Горьевич маленькую песенку. Марик, 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 песенку. Гава не поют. Нет, ну как. Марик, гава не поют. Так. Ну, это песня моего детства, Послевоенного. Раз на остановке Трамвай я поджидал, Трамвай казался раем, Но в рай я не попал, И лишь кусок подножки Я взял на обородак, На чей-то там свиножке Я поместил багаж, Мы летим, Ковыляя в угле, Две старушки Повисали на мне. Никогда не забудь Бесторучий чур, Что уперлась мне в глаза щекой. Слышно? Ай! Слышно? Ой! Кто-то носом тормозит По мостовой. И пока я летел, Мой карман на хрустках, Почистит, Забыли мы рукой. Нам в трамвае жарко, На улице мороз, Мертвому прибарка, Береги свой нос. В трамвае, Не в карете, Я понял от тоски, Что где-то есть на свете. Шикарное такси, Мы летим, Ковыляя во плен. Две старушки Повисали на мне. Никогда не забудь Бесторучий чур, Что уперлась мне в глаза щекой. Слышно? Ай! Слышно? Ой! Кто-то носом тормозит По мостовой. И пока я летел, Мой карман на хрустках, Почистит чурчейка, Забор левой рукой. Ой! Спасибо, спасибо, Дим. Дорогие друзья, К сожалению, Дмитрий Михайлович, К сожалению, Время наше подходит к концу нашей программы. Буквально, Я не знаю, почти час она идет в эфире, А такое ощущение, Что за пять минут пролетело. Я надеюсь, что еще все вы, Дорогие друзья, по отдельности И всем коллективам придете к нам на программу. А сейчас в заключении Мы не можем обойтись Без нашей постоянной участницы Клары Новиковой. Вы сейчас увидите запись Из наших архивов, Из нашей программы. А споет она замечательно песни. На нее пришло огромное количество заявок. Граф Родерига и Петрова. Это песня на бис, Поэтому записывайте слова, Гитарные аккорды. А мы поздравляем вас С этим веселым праздником. Надеемся, что у вас было Такое же хорошее настроение, Как и у нас здесь в студии. Всего вам доброго. До наших встреч. А сейчас, пожалуйста, Клара Борисовна Новикова. Граф Родриго и Петрова. Жил граф Дон Родриго С графиней Эльвирой Под самую крышу Именье родное. А рядом Хибарь, За ихней Хавиной, Жила одинокая Некто Петрова. Графиня была, Словно пташка невинна, Не знала ни грязи, Не туфты грошовой, А грамба свинья И большая скотина, И быстренько спутала В этой Петровой. В этой Петровой Напрасно гради, Не далась в сомненьях, Напрасно рыдала В роскошной столовой, Напрасно молила Его на коленях, Отстань ты, подскуда, От этой Петровой. Она не желала Ни брошек, ни пудры, Что день, то другая, Какая бы нова. А грамба все же топал До этой лохутой И все ей нашептывал В этой Петровой. Однажды с мечом, Подойдя к кабинету, Графиня сказала, Ужасно сурово, Герба на тебе, Нам учителей нету, Отстань ты, паскуда, От этой Петровой. Но грамба Как будто в чаду алкогольном, Точнее сказать, Был под мухой слоновой, Он шхватнул грабиню Башкой с антресоли, А после Подопал до этой Петровой. Графиня роскошная, Пышная тенка, Лежала в пыли На дорожке комровой, Шепкала она Языком и немелым Муфтом. А помни тебе, Петрова, Ее сохранил Роскошно и пышно, Граф пролил слезу На скамейке садовой, Без день Небо, Без день Слышно, А ночью Потопал до этой Петровой. Но в полной Графиня Постала Из гроба И с крышкой Левичей, Смореной, Дубовой. А она-то И снестила Этого жлоба, А после Заяцала Этой Петровой. Вот так Богачи Разлагались И жили, Теперь уж давно Не бывало Такого Давно Похоронен В братской Могиле Играл И графин И это Петрова. Браво!